Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели» в студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Вот это пространство, оно как бы город украсило и желательно, вот примерно так должно быть во всех уголках городского круга Люберца. На звуковой завершился ремонт. Теперь в Люберцах появилось еще одно красивое место. Более детально в репортаже Анны Троя. Раньше было, когда падаешь, можно было колени разбить и так далее, а сейчас нет. Теперь тренироваться не просто полезно, но еще и приятно. В впечатлениях от ремонта спортзала в Малаховской школе в нашем сюжете. В зависимости от способа переработки, бумагу можно переработать до 8-9 раз. В Люберцах прошла экологическая акция. Как это было, узнаем в ближайшее время. Тяжелоатлетика – это великолепный вид спорта, который совмещает в себя силу воли, жесткость, характера и волю к победе. 55 лет в Люберецкой школе тяжелой атлетики спортсмены отметили в дружном компании зрителей и коллег. Подробности через несколько минут. А теперь подробнее об этих и других новостях. Полторы тысячи раз люберчане обратились за помощью к правоохранителям за прошедшую неделю. Не менее напряженными рабочие будни стали у пожарных. Огнеборцы ликвидировали 13 возгораний. Такие цифры были озвучены на оперативном совещании в администрации. В курсе последних новостей из жизни округа наш корреспондент Дарья Борисова. Капитальный ремонт многоквартирных домов приближается к середине. Полностью привели в порядок 60 МКД из 125 запланированных. Рабочим осталось отреставрировать три фасада, отремонтировать и заменить инженерные системы в шести домах. Работы по ремонту кровли выполнены в 42 многоквартирных домах из 49. В работе 7 на квартирах домов. Мягкие кровли закончены. В работе остались жесткие кровли только. До 20-го, 11-го все работы будут закончены. Дорожные службы продолжают поддерживать областные и городские проезжие части в нормативном состоянии. Ежедневно рабочие и спецтехника следят за порядком на остановках, проводят уборку придорожной полосы, демонтируют несанкционированную рекламу. В разгаре подготовка к работе в условиях зимней непогоды. На сегодняшний день у нас в организации Дорсервис мы практически на 90% готовы к выполнению работ по зимнему содержанию. У нас имеется в наличии 13 комплексно-дорожных, комбинированных дорожных машин. Заготовлено 90% песко-соляной смеси. Другими темами оперативного совещания стали результаты работы скорой помощи, реализация проекта по раздельному сбору мусора, последние события из сферы культуры и спортивные успехи люберчан. В округе прошло первое заседание рабочей группы по вопросам благоустройства парка Малаховки. К ее созданию привели разногласия между жителями поселка. Последний месяц они жарко спорят о том, каким должно быть благоустройство местной зоны отдыха. Прийти к согласию малаховским активистам предстоит на общих собраниях. Все за и против малаховчане взвешивают уже больше месяца. Все это время жители поселка живут под аккомпанемент споров. С первого дня реализации проекта благоустройства одни жители буквально молятся на проект реконструкции, другие шепчут проклятие вслед спецтехники. Уничтожение лесного массива. Это стоит такое. Что еще так считают? По автостраду. Зачем это автостраду здесь? Значит, что еще так считают? Это раскопали все. Это стоит? Все замечательно. Делаете, спасибо. Мое мнение, очень хорошо. И так дальше двигается. Лейтмотивом первой встречи рабочей группы снова стали споры. Разобраться, есть ли в проекте благоустройства слабое звено, активные жители пытались вместе с главой округа Владимиром Ружицким. Дебаты длились до первого конструктивного предложения из толпы. Уладить разногласия с помощью конструктивного диалога. Если люди вошли в рабочую группу, хотят какие-то новшества дать, полезные советы, давайте вопросы запишем и будем обсуждать. А вот эта перепалка, мы ее слышим уже не первый день. За стол переговоров участники рабочей группы сели в администрации Малаховки. Это наиболее активные жители поселка, представители общественной палаты и администрации. Проект благоустройства Малаховского парка под их контролем. Члены рабочей группы вправе вносить предложения по его дополнению. Мнение каждого услышат. Существуют различные предложения и возможности в рамках проекта, на которые рабочая группа будет акцентировать свое внимание. Исходя из этого, будем производить дополнительные работы с профильными ответственными лицами для учтения мнения населения при реализации. Итогом первой встречи рабочей группы стал список пожеланий, адресованный куратором благоустройства. Малаховские активисты просят усилить общественный контроль за процессом реконструкции, использовать экологически чистые материалы и сделать информацию о ходе работ более открытой для жителей. Дарья Борисова, Сергей Гвоздев, Александр Моисеев и Алексей Андреев. Телеканал ЛРТ. Малаховский парк посетили представители регионального отделения Общероссийского народного фронта. Поводом для визита стали споры, которые все жарче разгораются вокруг проекта благоустройства этой зоны отдыха. Специалисты тематической площадки «Экология» проверили ход работ и дали свои рекомендации по реконструкции. Так комфортно в Малаховском парке молодой маме Екатерине Егоровой еще не было. Прогулки с первым ребенком походили на полосу препятствий из ухабов и кочек грунтовой дороги. Теперь под колесами детской коляски гладь тротуарной плитки. Едет как по маслу. Мне очень нравится, да. То есть как бы с коляской в Москве, в Люберцах это уже везде. Везде, где есть зеленая зона, есть дорожки, есть фонари и есть лавочки с орнами. Это очень здорово. В 21 веке, я надеюсь, что до нас тоже цивилизация дойдет. Вымоченная дорожка только начало. Впереди монтаж освещения, установка лавочек, урн, детских и спортивных площадок, благоустройство зон отдыха. Проектировщики обещают, все объекты грамотно и бережно впишут в рельеф. Старожилы Малаховки настаивают. Благо цивилизации и народный предмет на теле родного парка. Это лесопарк. Необходимо сохранить биотенос, необходимо убрать мусор, необходимо срубить разваленные деревья и ограничиться минимумом вмешательства в живой мир этого региона. Возмущение довело малаховчан, природоохранников до электронного порога Общероссийского народного фронта. Активисты ОНФ не оставили без внимания крик о помощи. Приехали в Малаховку лично проверить, так ли страшно благоустройство, как его молюют. Часовая прогулка по парку показала, грубых нарушений нет, но без погрешностей не обошлось. Спецтехника повредила корни и стволы здоровых деревьев. Нужно обязательно формировать, скажем так, такую культуру проектирования вот таких вот территорий, которая должна предусматривать такой щадящий подход именно к самой природной зоне. Нужно неформально подходить к учёту мнения граждан при благоустройстве, тем более при благоустройстве природных территорий. То есть необходимо учитывать мнение разных групп жителей. Антон Хлынов дал рекомендации по дальнейшему благоустройству Малаховского парка. О рабочей группе предстоит позаботиться о лечении повреждённых деревьев, реабилитации почвы и компенсационных посадках. Ещё один совет – сделать взаимодействие с жителями посёлка максимально плотным. Все замечания кураторы благоустройства учли и уже проводят работу над ошибками. Благоустройство центральной части Люберец подошло к завершению. Финальным этапом стала реконструкция звуковой. Как преобразилась улица и что предшествовало при загрузке, расскажет наш корреспондент Анна Троян. Открытие пешеходной зоны на Смирновской стало точкой отправления для масштабного преображения центра Люберец в 2015-м. Следующая ступень – реконструкция части Октябрьского проспекта у часовни и ДК. Финал – перезагрузка улицы Звуковая. Люберцы – это про любовь. Теперь концепцию округа символично дополняет сердце, которое расположилось в самом сердце города. И весьма ожидаемо, что на этом самом месте будут назначаться свидания и встречи. После реконструкции длиной в три месяца и размером в 20 тысяч квадратов улица стала просторнее, ухоженнее и современнее. Урны и лавочки вылиты из гранитной крошки. Материал прослужит долго. Он антивандальный и морозостойкий. Прогулки здесь не только комфортны, но и безопасны. На пешеходной зоне установили 16 камер видеонаблюдения. «Хотелось бы поблагодарить наших властей за то, что делают для нас, для жителей и для города, настолько замечательные места и благоустраивают. Теперь здесь стало лучше гулять, можно с детьми прогуливаться. Есть где посидеть и бабушкам, и нам, молодым людям». 53 светодиодных фонаря освещают звуковую в темное время суток. При реконструкции все здоровые деревья остались на месте. К ним высадили еще 58 лип. Весной в специально отведенных местах появится еще 170 кустов барбариса. На площади 11 тысяч квадратных метров зазеленеет газон. Вскоре у стен белого дома появится велопарковка и стоянка для колясок. «Вот это пространство, оно как бы город украсило и желательно, вот примерно так должно быть во всех уголках городского круга Любрицы. У нас далеко не так. Мы знаем, где мы, как говорят, западаем, где нужно наводить порядок, мы к этому идем. Но вот я думаю, что в последние годы жители замечают, что все-таки город преображается. У нас много самых разных задач. Если мы говорим о дорогах, то это реконструкция Октябрьского проспекта и Урал-5. Это совершенно будут другие Любрицы. Преображение предстоит и пространству стации Люберцы-1, а также на некоторых участках на севере и юге города. Привести их в подобающий вид планируют в ближайшие 2-3 года. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В микрорайоне «Самолет» завершается строительство двух детских садов. Дошкольные учреждения распахнут свои двери перед воспитанниками в середине января. Объекты образования проинспектировал глава городского округа Владимир Ружицкий. Детский сад на улице Барыкина рассчитан на 120 мест. В нем предусмотрены две ясельные группы. А учреждение на вертолетной готово принять 250 малышей, в том числе в возрасте до 3 лет. Мы полностью удовлетворим спрос жителей на места в детских садиках. Мы планируем получить на эти садики акты ввода в эксплуатацию где-то в декабре месяце. И ввести в эксплуатацию эти садики где-то в середине января, в конце января сюда зайдут детишки. 25-я конференция московского областного отделения партии «Единая Россия» прошла в Одинцове. На мероприятие съехались 250 делегатов из 60 отделений Подмосковья. Однопартийцы подвели итоги работы за истекший период, наметили планы на 2020 год, поздравили с днем рождения партию и обсудили приоритетные задачи. С отчетным докладом перед делегатами съезда выступила секретарь регионального отделения партии Лидия Антонова. Депутат Госдумы отметила, что отчетный период для подмосковных единороссов выдался насыщенным и непростым. Следующая избирательная кампания станет особенно важной, так как сразу после ее завершения начнется подготовка к выборам в государственную и Мособлдуму. Безусловно, основопомогающий показатель любой партии и ее успешной работы – это результат, показанный на выборах. В течение 2019 года в Московской области проходило 35 избирательных кампаний. Жители муниципалитета выбирали 680 депутатов в 35 советах городских округов. Наша партия получила 381 мандат. Это более 56%. Главы территории, депутаты и другие члены «Единой России» подвели итоги прошедших избирательных кампаний и обозначили цели на следующие выборы. Так, на конференции были названы самые слабые и сильные муниципалитеты. Там, где показаны неудовлетворительные результаты на выборах, проводят особую работу для улучшения ситуации. Руководитель фракции в Мособлдуме Игорь Брынцалов отметил в своем выступлении важность фракционной работы. В текущем году в фракции «Единая Россия» проведено уже 26 заседаний Московской областной думы. Рассмотрим 591 вопрос. Принято 232 закона. Губернаторам подписано уже 205. Инициатором большинства из них выступал как раз губернатор. На конференцию в Одинцово съехались 250 делегатов со всего региона. В обсуждениях поучаствовали 14 делегатов городского округа Люберцы, избранные на местной партийной конференции. Уже на нашей Люберецкой конференции подвели итоги нашей работы. Посмотрели наши плюсы, посмотрели наши недочеты, которые были. Но я скажу уверенно, что мы провели этот год достойно. В основном это партийные проекты, которые мы ведем. Это 14 проектов. Мы сейчас занимаем за сентябрь, например, первое место в области. Я думаю, мы в тройке лучших будем по итогам этого года. Также на конференции делегаты обсудили приоритетные задачи и приняли ряд организационных решений. Провели до выборы в региональный полицовет. В канун дня рождения «Единой России» трём новоиспечённым единороссам вручили партийные билеты. Анна Троян, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Новоизбранные депутаты молодёжного парламента официально вступили в свои права. Более 80 школьников городского округа в торжественной обстановке получили удостоверение об активных и целеустремлённых юношах и девушках в нашем следующем сюжете. Мария Кургинян впервые стала депутатом молодёжного парламента в восьмом классе. Попробовать себя в этой роли девушка решила из любопытства. Со временем сплочённый и дружный коллектив стал для неё второй семьёй. И вот она снова стоит на сцене и получает своё третье удостоверение. Я часто танцую флэш-мобы, являюсь заместителем председателя по поселению. В будущем я бы очень хотела стать дипломатом. Я надеюсь, у меня это очень получится сделать. Наряду с Марией удостоверение депутата молодёжного парламента получили ещё 80 человек. Эти девушки и юноши принимают активное участие в жизни не только своей школы, но и всего городского округа. От имени главы городского округа Люберцы и от себя лично поздравляю вас с избранием. И многие знают о существовании молодёжного парламента городского округа на территории, не побоюсь этого слова, всей Российской Федерации. С чем я вас поздравляю. За депутатское кресло в молодёжном парламенте боролись более 300 кандидатов. Победителей выбрали путём голосования. 24 октября во всех школах городского округа открылись избирательные участки. Руководила выборами молодёжной территориальной избирательной комиссии. В каждой школе были образованы свои молодёжные участковые комиссии. Участвовали в выборах около 7 тысяч наших молодых избирателей и школьников. 2019 год стал для Люберецкого молодёжного парламента юбилейным. За 10 лет кузница кадров выпустила несколько поколений школьников, которые сейчас занимают высокопоставленные должности. Луизия Игазырян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Обновлённый спортзал получили ученики Малаховской школы номер 47. В отремонтированном помещении дети с комфортом занимаются физкультурой. Играют в подвижные игры, готовятся к ГТО и покоряют новые спортивные вершины. Как это стало возможно, расскажет Анна Троян. Теперь ходить на уроки физкультуры и готовиться к соревнованиям для юной спортсменки Татьяны Воскресенской – одно удовольствие. В отремонтированном зале стало тепло и уютно, а главное – менее травмоопасно, благодаря новому напольному покрытию. Раньше было, когда падаешь, можно было колени разбить и так далее, а сейчас нет. В зале поменялась атмосфера и, в общем, стало хорошо в зале. Раньше зал был более мрачный, сейчас он стал яркий и мне нравится заниматься в нём. Комфортным в спортзале стало за счёт отремонтированных стен, обновлённой системы отопления и крыши. Раньше здесь было холодно и сыро. Кровля текла в непогоду, с потолка осыпалась штукатурка. Полностью был очищен потолок, заштукатурены по новой стены, окрашены. Здесь поменяли крышу над помещением спортивного зала полностью. И плюс, естественно, сделали наливной пол, сухая стяжка. Система отопления практически не функционировала, потому что старые батареи, старые трубы полностью были заменены. Дать вторую жизнь спортивному залу стало возможно благодаря муниципальным средствам и помощи депутатам Мособлдумы Владимира Жука. Выделенной суммой 3,5 миллиона рублей хватило и на полное переоснащение разрушенного санузла, а также на ремонт медкабинета, который сделают по всем требованиям СанПИНА к середине декабря. Я выделяю средства многим образовательным и дошкольным учреждениям избирательного округа. Это округ большой, в том числе и 47-я школа. А выделяются средства именно туда, где они в настоящий момент больше всего и нужны. Эти деньги выделяются из бюджета Московской области целевым образом по каждому депутату для реализации наказов избирателей. Я считаю, что самый лучший наказ – это ремонт образовательных учреждений. О Малаховской школе перезагрузка действительно нужна. В следующем году учреждения отпразднуют свое 55-летие. Обновляют его постепенно. В прошлом году сделали капитальный ремонт раздевалок и тренерской. А в будущем руководство школы надеется на очередную поддержку, чтобы улучшить оснащение кабинетов. Анна Троян, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Годовщину контрнаступления советских войск в битве под Москвой отметили в гимназии номер 16. Воспитанникам корпусов «Интерес» и «Вектор» предложили сыграть в интеллектуальный морской бой. Под парусами из собственных знаний они штурмовали волны военной истории. Точными ответами гимназисты метко бьют по палубам виртуальных кораблей противника. Воспитанники корпуса «Интерес» топят в океане собственных знаний одно вражеское судно за другим. Но «Вектор» не спешит выкидывать белый флаг. Справляемся нормально. Еще несколько вопросов, и мы точно догоним интерес. Ну, думаем побеждать. На этот раз гимназисты мерились знаниями о битве под Москвой. Отмечать годовщины ключевых сражений Великой Отечественной войны интеллектуальными поединками в 16-й гимназии стало традицией. Так школьников погружают в атмосферу судьбоносных событий в истории страны. Воспитательная работа не проходит даром. Вы знаете, вот сегодня у меня был такой урок, что мне пришлось показать детям ролики о войне. Вы знаете, это был восьмой класс. Девчонки плакали. А раз они плакали, значит, наверное, не прочувствовали. Ведь просто так слеза не капнет. Такого не узнаешь из учебников. Подарком для гимназистов стала встреча с членами общественной организации «Дети войны. Память». Ее участники – свидетели событий военного времени. Поделиться историями тех лет приехал Анатолий Потехин. На пороге своего дома он встретил войну с семилетним мальчишкой. Фашистов, я знаю, не понаслышке. Они отлавливали ребят в Германию отправлять. А я у бабушки в поле сидел. Мы стараемся донести до школьников, для детей, чтобы они знали, что такое война и как она досталась. И почему они так сейчас прекрасно в условиях живут, хорошие и учатся. Потому что наши отцы и деды все это создали. Кроме бесценных рассказов, дети войны сделали школьникам еще один подарок. Музею гимназии они передали книгу памяти. Она хранит истории о героях, погибших в битве под Москвой. Дарья Борисова, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Свой юбилей отметил детский сад «Светлячок». Уже 25 лет педагоги учреждения растят юных люберчан, готовят их к школе и вкладывают в них самые главные азы воспитания. С праздником коллектив учреждения поздравили депутаты, представители управления образования и, конечно, воспитанники. Все повернулись в ее сторону, привлеченные прелестью и ослепительным нарядом незнакомки. 45 лет трудового стажа. Почти полвека она отдала воспитанию детей. Педагог в третьем поколении Татьяна Афанасьева работает в «Светлячке» с самого его открытия. На ее плечах лежит дикция и речь детей. Воспитатель высшей категории ведет логопедические группы. Каждому ребенку нужен индивидуальный подход, особенное внимание. Конечно, они реагируют на ласку, на любовь и любят играть. Сначала мы с ними играем, а потом мы занимаемся. Это серьезная работа, исправление речи. Мы работаем по программе детского сада плюс наша логопедическая программа. И, конечно, много времени уделяем коррекционной работе. Но результат есть. Достижение есть и у самого детского сада. Четверть века он находится в числе лидеров в Люберцах. Учреждение выпустило не одно поколение. Сегодня в нем 12 групп, в которых подрастают 318 малышей от двух лет. Юбилей педагоги решили отметить тематически. Представили, что 25 лет. Это многосерийное кино, где воспитатели – главные герои. 25 – это большой труд, плодотворный труд, творческий труд коллектива, сплоченного. У нас очень сплоченный коллектив, который помогает, идет все вместе, вперед и вперед. Поэтому 25 лет мы вместе. На праздники особо отметили первого руководителя Светлячка Нину Пономаренко и сегодняшнюю заведующую детским садом. Поздравления, подарки, благодарности от имени главы округа и совета депутатов получили лучшие педагоги коллектива. Подрастающее поколение тоже не осталось в стороне от юбилея. Воспитанники показали свои лучшие творческие номера. «С днем рождения! С днем рождения!» Анна Троян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Лучших по профессии среди работников ЖКХ выбирали в Королеве. На московский областной смотр-конкурс съехались 143 сильнейших сотрудника из 24 муниципалитетов. Люберцы представили 8 участников из ЛГЖТ, водоканала и теплосети. Участникам предстояло показать свои теоретические знания и то, как применять их на деле. Стук молотка и шум перфоратора здесь никого не раздражают. Это больше, чем ремонт. На конкурсе «Лучший по профессии» сотрудники сферы ЖКХ показывают свое мастерство на региональном уровне. Слезарям-монтажникам предстояло за 20 минут с нуля. Разобраться со схемой и установить батарею. Дворникам проверка на выносливость, скоростная уборка улицы. Работа кипела и у слесарей водоснабжения. Специалисты на скорость выполнили ежедневную для них задачу. Разобрали и собрали водозапорную задвижку. Сотрудник Люберецкого водоканала Дмитрий на конкурсе во второй раз. Парень прошел большой путь от самообучения до областного конкурса. И теперь его не останавливают никакие преграды. «Главная победа – это, конечно, но участие тоже важно. Своё развитие и проверить себя, собственно, готовность. Если, в принципе, нашей профессии не будет, накроется всё сразу, получается. Ну, сломается запорная арматура, то есть прекратится водоснабжение на каком-то участке города и приведет это, конечно, к хаосу». Улучшить свои навыки и повысить престиж профессии жилищно-коммунальной сферы – это и есть глобальная цель – смотр конкурса одновременно на девяти площадках. Лучшие в своих муниципалитетах специалисты показали свои знания и силы в теории и на деле. Маляру с почти 30-летним стажем Натальи досталось задание совсем не повседневное. Своими руками она реализует программу по ремонту подъездов, а на конкурсном испытании пришлось выполнить фреску на скорость. «Вообще-то, да, нетипичная. Немножко сталкивались, но не настолько. Чтобы панно перенести на лист, чтобы размеры соответствовали, ну и цвета. Неправильно начал отсчет. Вот оттуда пошла немножко сложность. У нас немножко технология, какая сейчас, и подъезды, ну немножко совсем две разные стороны медали. Чтобы немножко подучиться». Несмотря на все переживания, маляру ЛГЖТ Наталье Лукиной удалось взять приз за волю к победе. Ежегодно сотрудники Треста стоят в рядах лучших по итогам конкурса. Областной профсоюз совместно с Министерством ЖКХ определяют лучших по профессии уже 19 лет. Межрегиональный центр компетенций позволяет в полной мере проявить себя конкурсантом. «Сегодня люди, работающие в ЖКХ, делают все возможное, чтобы людям, живущим на территории, независимо от какого муниципального образования и городского округа, жилось комфортно, уютно, удобно. Чтобы в домах всегда была холодная и горячая вода, в жилищно-коммунальном хозяйстве работают мастера, золотые руки. И то, что мы зачастую слышим сегодня о жилищно-коммунальном хозяйстве, является не совсем правдой или вообще неправдой». Все те, кто обслуживают регион, делают его светлым и чистым, получили заслуженные награды по девяти номинациям. Также Люберчан отметили в числе лучших за экипировку команды. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. «Мир не без добрых людей» – в истине этих слов лично убедился житель Люберец Валерий Шумков. Месяц назад мужчине спасли жизнь неравнодушные люди, которые стали свидетелями его внезапного приступа. Подробности истории со счастливым концом у нашего корреспондента. «Большая ступенька, и я на этой ступеньке зашатался. Парень и две женщины меня подхватили под руки. Посадили на стул, я со стула падал. Но сразу же парень вызвал скорую помощь». Валерию Шумкову внезапно стало плохо на продуктовом рынке. Валерия в этот день, как по задуманному сценарию, оперативно отреагировали все. Начиная от случайных прохожих, заканчивая бригадой скорой помощи и сотрудниками больницы. «Я хотела бы поблагодарить тех людей неравнодушных, которые помогли моему мужу в этот день. Через 15 минут после вызова скорой помощи он уже лежал под капельницей. Эти минуты просто для нас очень-очень дороги, потому что каждая потерянная минута стоит человеческой жизни». В случае Валерия Шумкова действительно важна каждая минута. У мужчины было прединсультное состояние. Опасность удалось миновать благодаря неравнодушию незнакомых людей и профессионализму врачей. «В течение вот этих 12 дней мы провели весь комплекс необходимых мероприятий, и обследовали, и подлечили, выписали в более чем удовлетворительном состоянии уже под амбулаторное наблюдение поликлиники». На днях Валерий Алексеевич отметил 70-летие. И он, и его супруга считают главным подарком на юбилей – спасенную жизнь. Люберчане ставят возрастные рекорды. Статус долгожителя носит Валентина Коновалова. Ей исполнилось 90 лет. С круглой датой юбиляра поздравил глава округа Владимир Ружицкий. «Вы дожили такого хорошего среднего возраста. Да, да, да. Здоровья вам, благополучия. Спасибо. И вообще вам удачи. Самое доброе пожелание. Спасибо. Валентина Коновалова живет в Люберцах уже 83 года. Да, вместе с семьей она переехала сюда из Курской области в раннем детстве. С округом связаны все самые важные события в жизни. Валентина Ильинична пошла здесь в первый класс, освоила несколько профессий. До пенсии успела поработать бухгалтером, телефонисткой, рабочим в шерстопредельной фабрике, краскатером в строительной компании. В Люберцах родилась ее крепкая семья. С супругом они неразлучны уже 65 лет. Теперь в городе, ставшем родным, Валентина Ильинична отмечает 90-летие. Сегодня Валентина Коновалова находится на заслуженном отдыхе. Заботится о домашнем хозяйстве и своем супруге. Дарья Борисова, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Лестничный подъемник для инвалидов-колясочников вручили жительнице Люберец Нине Абрамовой. Теперь с помощью ступенька хода женщине будет комфортно спускаться с третьего этажа. Подробности далее. Узкие лестничные марши, испытания для инвалидов-колясочников. И если в некоторых домах есть шанс создать доступную среду, то в зданиях старой постройки это технически невозможно. Единственный помощник в такой ситуации – ступенькоход. Этот механизм позволяет передвигаться по лестнице в инвалидной коляске. Эта модель более облегченная. За счет аккумуляторов он заряжается. Соответственно, он спускает как вниз, так и вверх. Коляска погружается на ступенькоход. Сопровождающий, соответственно, придерживает ее сзади за ручки. И таким образом, шагающим движением, он спускает коляску пошагово по лестничному маршу. Нине Абрамовой такое приспособление необходимо. Женщина проживает на третьем этаже в доме старой постройки. Со своей просьбой она обратилась в администрацию округа. Желанный подарок вручил лично глава Люберец Владимир Ужицкий. Сдай макулатуру, спаси дерево. В городском округе Люберцы прошла очередная экологическая акция. Благодаря марафону старые книги, журналы и газеты приобретут новую жизнь. Библиотека Бригантина – постоянный участник акции по сбору макулатуры. На этот раз сотрудники учреждения не только принесли ненужные газеты и журналы, но и показали, что можно сделать из них своими руками. И если для создания поделок сгодится любая бумага или картон, то для будущей книги нужен только переработанный материал. Как примерно проходит этот процесс, участникам эко-марафона показали на мастер-классе. В зависимости от способа переработки бумагу можно переработать до 8-9 раз. Например, вот у нас есть дидактические наши материалы, которые мы напечатали на переработанной бумаге, ничем не отличаются от обычной бумаги. Для того, чтобы создавать новые книги, не причиняя вреда природе, в Люберцах уже второй раз проходит экологическая акция. Название говорит само за себя – сдай макулатуру, спаси дерево. У меня папа работает в офисе, и там он копил бумагу на протяжении полугода. И всякие нужные документы он просто мне отдал и сказал, ну, в школу отнесешься для переработки. 70 килограмм принес. Каждому участнику акции начисляются эко-балы. Тому, кто соберет рекордное количество макулатуры, ждет подарок. По итогам мы примеруем саженцами, которые высаживаем и весной, и осенью. Буквально недавно мы провели такую акцию по посадке саженцев и фруктовых деревьев, в том числе в одной из школ городского округа Люберцы. Ну и, соответственно, победители были награждены и призами, и дипломами. В прошлый раз жители городского округа собрали более 11 тонн макулатуры. Окончательный результат второго марафона пока неизвестен. Но по расчетам организаторов эта цифра будет еще внушительнее и перевалит за 12 тонн. Луизей Гязырян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Люберецкая школа тяжелой атлетики отмечает свой юбилей. 55 лет назад секцию открыл мировой рекордсмен в жиме в Троеборе Наум Хатинский. С тех пор ее выпускниками стали более сотни именитых спортсменов, чьи имена славят городской округ. Праздник спортсмены отметили показательными выступлениями и встречей с олимпийскими чемпионами и чемпионами мира. Тяжелая атлетика – путь к силе физической и духовной. Именно поэтому восьмилетнего Юру отдали в этот спорт. Юный атлет за год занятий стал образцом воспитания и уже успел показать первые результаты. Мальчика двигает мечта – стать чемпионом России. У меня есть две награды. В этой школе я выиграл первое и второе место медаль и две грамоты. В Москве на соревнованиях жаль, я ничего не выиграл. Я хочу быть сильным. Мне этот вид спорта очень нравится. Спортивный зал Люберецкого ДК принял первых воспитанников в далеком 64-м. С тех пор он стал настоящей кузницей кадров для профессионалов тяжелой атлетики. За 55 лет более 100 выпускников мастеров спорта, мировых рекордсменов и чемпионов различного уровня. Старший тренер школы мастер спорта СССР Сергей Щеберин и сам начинал свой путь в этих стенах. Тяжелоатлетика – это великолепный вид спорта, который совмещает в себя силу воли, жесткость, характера и волю к победе. Наш вид спорта дисциплинирует, мобилизует, чувство ответственности. Поэтому я призываю всех, кто любит спорт, приходите. Здесь тренерский состав – это наши выпускники, выпускники Академии физкультуры. У нас замечательная преемственность поколений. Сегодня в школе занимаются более 120 спортсменов от 7 лет и до самого зрелого возраста. Титулованные выпускники и те, кто сегодня проводят большую часть жизни в тяжелоатлетическом зале, отметили день рождения любимого учреждения, как и полагается спортсменам. Показали, на что способны и пообщались с почетными гостями. Среди мировых рекордсменов и олимпийских чемпионов – самая сильная женщина планеты. Екатерина Каширина принесла серебро нашей стране на Олимпийских играх в 2012. Сегодня она уже пятикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы. Это нелегкий спорт, это нелегкая работа, но она того стоит. Ведь я выхожу на помост, знаю, что меня переживают мои болельщики, близкие. И я рада, что моя работа способствует какой-то мотивации для детей. Дети приходят в этот вид спорта, чему я очень рада, так как я живу этим видом спорта. Не слушайте стереотипов, не слушайте соседей. Я это все прошла. Ведите детишек, главное, чтобы дети занимались. Почетные знаки отличия за достижения в спорте получили основатели и именитые воспитанники школы. Также за заслуги атлеты получили благодарственные письма главы и совета депутатов округа. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. На этом выпуск завершен. Больше подробностей на нашем сайте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова